Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, и мы летим в Японию! Все, приключения начались. Мы зашли в обычный общественный туалет, а здесь космический корабль. Различные кнопочки, можно подмыть пятую точку после процедуры, высушить ее. В аэропорту Токио мы купили билеты на знаменитый скоростной поезд Сынкансен. Красиво, не правда ли? О боже, он двухэтажный, невероятно! На первом и втором этаже удобные раздвижные кресла, вагоны почти полупустые. Такой красавчик развивает скорость до 320 км в час. Ультраклевые туалеты, мужской отдельно, женский отдельно и отдельный туалет для инвалидов, что очень радует. Всем привет-привет, ребятки! Мы решили приехать на барбекю на пляж. Выходные, и много японцев любят приезжать на барбекю, жарят на мангалах там креветки, мясо. Они прям вдоль пляжа разбивают палатки, раскрывают мангалом своей, начинают жарить. Теперь я буду из Японии снимать для вас влоги. Здесь много всего интересного, уникального, необычного. Вообще очень здорово на самом деле. Мы приехали за Суфилкой в школу. Вот они все в касках здесь. Так прикольно! А вот и... Что ты ешь? Чимами. Покажи, что это такое? Это не сладкое, да, это соленое, с рыбой? Да. Хочу показать вам, купили еду для Софии. София такое кушает. Это креветки под сыром с каким-то соусом. Вот так они мило выглядят, как будто бы пирожные. Мы поставим на 4 минуты микроволновку, и все, и они будут готовы. Вот что получилось. Я думаю, что еще вкусные наши субботы. Молодец. Всем привет-привет, ребятки! Мы сегодня приехали на виноградники. Не обращайте внимания, что я так стою, потому что они очень низко растут. Вот в этих пакетах сам виноград. Каждая гроздь завернута в пакетик. Суть такая, что платишь за вход и кушаешь винограда, сколько в тебя влезет. В общем, нам дали два ведерка, ножнички. Здесь еще можно покататься на вертолете. Ребятки, весь влог я снимаю в Таяме. Есть такой город Таяма, префектура Таяма. Здесь живут мои родители. Пока мы здесь находимся, но дальше мы поедем путешествовать по разным городам Японии. И будут другие влоги из разных других городов. Ой, ты какая собака! Смотри, какая собака! Смотри, быстрее! Да! Какая красивая! Какая красивая! Какая красивая! А что это за порода? Синдерналы на крошаде. Круто! Да ты добрая собачка! Да, Горьки? Идем в Кахму. Это торговый центр. Смотреть на животных маленьких. Вот, посмотрите, у них тут собачки, кошечки. Очень дорогие. Маленькая собачка. Маленькая собачка. Вот маленький котенок. Стоит 91 тысячу йен. Это почти тысячу долларов. Я считаю, что правильно они делают, что продают дорого животных. Зато у них нет вообще бродячих собак, ни кошек. Вот даже очень красивый, даже кот. 137 тысяч стоит. Торетки есть мало. Не взятки. Хотите прикол? Хотите. И-и-и. То-то. Ой. Боже, помните этот прикол в интернете? Убирать несовыдную складку, скулы качать и приподнимать уголки вид, наверное. Смотрите, как интересно. Мороженое со вкусом морковки и апельсина. И еще мороженое со вкусом помидора и вишни. Обалдеть. Очень необычное мороженое. Чувствуются помидоры, вишня и молоко. Ребятки, мы приехали в суши-бар. Я хочу сегодня снять для вас, какая система в суши-барах, как выглядят суши настоящие японские. Думаю, что вам это интересно, поэтому и снимаю. Здесь очередь. Но все очень быстро продвигается. Здесь как в банке, нажимаете на кнопочку. Мы сейчас займем очередь в суши-баре. Нас 4 человека. И мы пройдем сейчас в комнату ожидания. Вот люди пушуют суши. Мы развиваемся. Надо развиваться. Наш столик освободился. Мы выбрали вот этот столик. Здесь прям как раз возле нас лента с суши-бар. Самая дешевая тарелка. Считают по тарелкам 200. И вон самая дорогая 850. И она где-то магора, наверное, кинет очень вкусная. Столом можно наливать бесплатно зеленый чай. Вот я уже налила себе чай. Зеленый чай в таком порошочке. Здесь просто кипяток льется. И порошок добавляется в чашку. Хочу показать им, что в суши они уже кладут васаби вовнутрь. Вот он нам считает тарелки. В конце скажет, сколько все это стоит. Возле нашего дома мы приехали после суши-бара кипиш. Здесь... И в общем машут нас, зовут нас, чтобы мы подошли. Так, у нас какая-то возникла непонятная ситуация. Нас пригласили, посадили за стол. Раздали хащи-палочки с тарелками одноразовыми. Вот. И всем нам улыбаются, так дружины. Так, они нам вот принесли 4 пива. Я в шоке вообще. Они очень любят пиво японцы. И вот нас угостили. Здесь какой-то с лимоном в 8 градусов. Это тоже с лимоном. Это вот знаменитый асахи. Пиво очень вкусно. Это тоже какой-то... Это напиток, наверное. А, это саке? Да. Так, пошла-ка я набирать еду. Положите, пожалуйста, мне еду. Зря мы, в общем, поехали в суши-бар. Мы так наели суши. И теперь здесь раздают еду бесплатно. Здесь, в общем, у них такой дом. Здесь собрания разные проходят по районам. Коврики, чтобы под попку стереть. Угу, понятно. Доска. Хидвизор. Сейчас покажу вам очень прикольную штуку. Это такой аппарат. Специально здесь чистят рис люди. Вот мама с папой покупают рис в мешках нечищенный. 30 килограмм. И сюда приезжают, чистят, платят, по-моему, 300 йен. И сейчас я сниму, покажу, как это все происходит. 30 килограмм, 400 йен. Как будто очищенный, просто серый. Дышок подставляем. В общем, этот аппарат шлифует рис. Рисовый дождь. Он прям теплый. Пахнет так вкусно. Хочек, котик, ва-а-а. Кофе, хватит, кофе. София бежит на теннис, опаздываем. София, у тебя такая модная кофта. Это специальная на тренировке? Побежала. Всем привет-привет. Мы сегодня приехали в очередной красивейший парк. Японцы очень любят парки. У них в Таяме здесь невероятное количество парков разных, красивых, ухоженных. Местные жители просто обожают гулять в парках. Они обожают кататься на велосипедах в парках, пешком ходить. Вон там, кстати, проводят соревнования по сумо. Есть даже такой памятник. Есть, кстати, здесь проходили соревнования у моего брата. Он раньше тоже сумо занимался. И занял второе место по Таяме. Там огромные карпы. Черепахи, черепахи. Посмотрите, какие они огромные. Они где-то по 50 сантиметров, да? Или по метру в длину? Капец, они большие. Коопарк бесплатный. Эй, привет, ты кто? Эй, ты хомяк-мутант. Даже в бесплатном зоопарке думают о матери и ребенке. Специальные комнаты, посмотрите, очень-очень чистые. Здесь вы можете переодеть ваши щасы. Опять аппараты, где можно купить напиточки вкусненькие. Повсюду бесплатные туалеты. Посмотрите, что здесь для детей понастроили. Все это совершенно бесплатно. Просто невероятно огромная детская площадка. А это такая огромная горка, что ли? Ааа, здесь такие колесики. То есть легко. Посмотрите, оказывается, взрослым здесь тоже можно прокатиться на этой горке, поэтому я побежала. Буду искать, где вход. Ааа, ой. А чтобы выйти сюда, тоже нужно посараться. Я еще не могу слова-то наделать. Смотри, смотри. Это, знаете, антицеллюлитный массаж нафиговый, кстати. Вот мы и приехали в баню. Так, там снимать, конечно, нельзя, но я постараюсь что-нибудь снять. Здесь нужно обувь в шкафчике складывать. Вот так вот. Баня раздельная, мужская и женская. Здесь курилка. Автомат соберет. Когда вы ходите после бани, можно покушать здесь в ресторане, попить пиво свежего. Цены сразу здесь указаны. Здесь можно бесплатно наливать себе зеленый, черный чай. Водичку просто. Да, друзья, бани в Туяме просто божественные. Почти все на горячих источниках. Здесь есть джакузи прям под открытым небом. Но с татуировками нельзя. Я пряталась, прикрывалась полотенцем. Ну, учтите, если вас поймают, то выгонят тут же прям из бани. Всем привет-привет. Сегодня хочу показать вам свою любимую мамочку. Ее зовут Леся. Привет. Мы хотим показать вам, как она преподает русский язык японцам. Это такой центр, где проводят досуг люди, которые без работы, без дела, собираются, общаются. Бесплатно? Бесплатно. Здесь все для пожилых людей. Это специальный центр, инвалидные коляски. Да, кстати, старички еще любят ходить вот в такую, как бы, я не знаю, колясочку. Туда можно складывать продукты, вот, и держаться одновременно. И гуляют они таким образом, и по магазинам, и по улицам. Опять же, можно бесплатно измерить давление. Зинфицируем ручки. Давай, давай. Дали мне карту на ифронском языке. Вот Казахстан. Вот на урок пришли ученики. К маме. К маме. Ребят, я хочу показать вам удивительное место под названием Джи Докан. Находятся такие здания возле каждой школы. Дети после уроков ходят сюда играться. Здесь дети могут находиться до 6 вечера под присмотром взрослых. Вот, опять же, здесь туалеты. Чтобы зайти в туалет, нужно надеть тапки. Свет, наверное, должен... А, да, сам вот включился. Все чистенько, красивенько. И здесь, опять же, поющие туалеты. Здесь они вас и подмывают. И музычка, можно включить, чтобы никто не слышал, как вы делаете свои дела. Вот, Даш, по сути, я нажму. А не музычка, типа шум воды. Вот здесь все складывают свои рюкзачки. Кстати, у всех вот такие фирменные рюкзаки японские, которые от 300 долларов выше. Но они очень классные. Аппарат. Сплатная. Ну, есть здесь и бесплатная вода. А также здесь что у нас? А здесь дети могут рисовать, делать уроки, складывать разные. Рай для родителей, на самом деле. Мама нам показала, где можно набрать чистую воду. Вообще, город Таяма плавится чистой горной водой. Здесь можно бесплатно набирать чистую питьевую воду. Прямо в центре города. Вот пришел мужчина, который клеит скидку на суши. Все его очень любят и ждут. Ну, сейчас небольшая, видите, 20%. Кстати, в Японии максимум вот такие будут роллы. В Филадельфе, Калифорнии, в Японии нет. И вот разные родные суши. Очень вкусные. Всем доброе утро. Таяме очень скучно. Здесь остается только на великах кататься. Сейчас мы едем на мост огромный. Так, ребятки, добрались до моста. Очень он большой. Вот сам лифт. Можно не выпадяться. Подвесной мост очень длинный. Кораблики. Опять бесплатные туалеты. Газончик. Здесь лифт тоже для великов предназначен. Можно заехать и подняться на велики. Решили остановиться, попить, купить лосонь. Это известная сеть по всей Японии. Здесь, посмотрите, мусорные влаки. Для бумаги, для бутылок, для стекла, для пакетов. Возле дома есть плавательный бассейн. Мы заехали посмотреть, а на здесь любой желающий может ходить в бассейн. Посмотрите, какой он чистый, во-первых. Во-вторых, там подальше, вон, помельче. Можно с ребенком приходить. И джакузи. Стоимость абонемента входит в спортзанши. Вот нам дали прайс. 300 йен с человеком. Детям бесплатно. Одноразовое посещение стоит 3 доллара. Очень дешево. И здесь очень-очень чисто. Вот, кстати, вы спрашивали, почем мэрисы в Японии. Ну вот, смотрите, пачка мэрисов. 1220 йен. Муни немножко дороже. 1315 йен. Это, грубо говоря, 12 долларов упаковка. Мы приехали тоже в Таяне. Есть очень большой зоопарк. София тоже с нами полохнул. Концы очень любят покушать. Давайте посмотрим, что они предпочитают. Сосиски, сосиски, шашлычки разные. Сара, ты даешь? А, это, кстати, лед. Просто лед с сиропом. Класс. В этом зоопарке очень классно, что можно прям заходить и контактировать с животными. Лежит. Все возле него ходят. Они как будто под кайфей. Ему не нравится, он хвостом машет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok